Песня «Мироносец» Здравствуйте, дорогие друзья! Нам нужно поздравить женщин в связи с памятью жен Мироносец. У нас есть совершенно параллельный такой свой христианский календарь. У нас есть вместо Валентина, у нас есть Петр и Феврония, вместо 8 марта у нас есть жена Мироносец. Вообще у нас все есть, все свое. И сегодня мы будем поздравлять женщин. Не всех подряд, а только тех, которые каким-то образом похожи на Мироносец, которые имеют веру и желают Богу послужить. Вот эти женщины достойны похвалы. Соломон вообще говорит, сейчас процитирую по памяти, «Миловидность обманчива, красота суетна, а женщина, боящаяся Бога, достойна похвалы». Вот мы поздравляем сегодня женщин, боящихся Бога, которые по-настоящему достойны всякой похвалы мира. Появляется в Евангелии сразу с родившимся Христом. Мира принесли волхвы с Востока, принесли, если помните, золото, как царю, ладан, как Богу, и смирну, как будущему покойнику, как того, которого помажут, потом обвьют плащаницами, помажут. Значит, это такой знак того, что он умрет. Он не должен умирать на самом деле. Христос со смертью ничего не имеет общего. Это мы должны умереть? Он не должен, потому что он безгрешный и святой. Он умер за нас. Не потому, что ему нужно было умирать, он для нас умер и для нас воскрес. И вот ему еще тогда в детстве подарили сразу мира. Не помазали, конечно, его этим миром, нет, но потом уже женская тема возникла, когда они пришли на гроб к Иисусу Христу, для того, чтобы совершить такое дело любви, что ли. Я вообще не знаю, как они жили, если честно. То есть вообще, когда ты любишь кого-то, и он умер, я не знаю, зачем жить потом и как вообще жить. Где найти силы, чтобы жить дальше, когда умер, тот кого-то любишь. Когда Иисус умер, мир прекратил свое существование, по сути. То есть обесценился, обессмыслился совершенно. Дожить до воскресения, вот эти двое суток, до третьего дня, на самом деле это ужасный труд. Ну что, а зачем жить? Если Иисуса убили, тогда зачем жить? И они вот как-то вот дожили до воскресения. Но пройдут такие двое суток, как у Пастернака там, кажется, и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток, когда воскресения дорастут. Вообще страшный промежуток, когда жизнь потеряла смысл, когда Иисуса убили. И они хотели что-то делать, не знаю, они плохо понимали, что делать вообще дальше. Вот, они взяли мир и пошли, ну, давай помажем хотя бы, да? То есть пошли, как такая некая бесполезность любви. Вот, и вот эта бесполезность любви находит любимого. То есть они нашли его воскресшим. Христос, новый Адам. Первого Адама видела женщина. То есть когда Господь сотворил человека, Адам, это первый человек, то потом, когда сотворил, то есть первые глаза человеческие, которые увидали Адама, это были глаза женщины. И нужно было, чтобы нового Адама тоже увидали женские глаза. Только вот где-то у многих святых эта мысль повторяется. У Григория Богослова, у Иогнатия Брянчанинова, значит, такой в раю, в саду. Христос был погребен в вертограде, то есть в винограднике. То есть что такое виноградник? Это некий образ рая. И там был погребен новый Адам. И этого нового Адама нужно было увидеть женским глазам. Для того, чтобы история зеркально отобразилась. Как бы вот та библейская, бытийная история с евангельской историей. То есть вот там Адам, и здесь Адам, ветхий, новый. Женщина увидала Адама тогда, как на господина и на хозяина, посмотрела на него и поклонилась ему. И здесь нового Адама нужно было увидеть женским глазам. И то, и то было в раю. Как бы виноградники, зелень, восток, цветы, возможно, птицы, не знаю, что там виноградники еще может быть такое, но это такой некий образ рая. И вот они первые увидали, эти блаженные жены, отложили всякий страх. Мужики вообще, как бы они сильнее, но часто бывают трусливее. И мы сегодня, когда мы хвалим женщин, мы хвалим часто их за полное бесстрашие. Потому что мужики там что-то рассуждают, думают, такое шифруются, как бы женщины вообще не думают, идут вперед, как бы, значит, если любят, то все, ты ее не остановишь, как бы, значит, если женщина любит ребенка, она за него душу отдаст, если женщина любит Бога, она за Бога душу отдаст. Она, есть у нее вот такая смелость, смелость любящей души. Вот сегодня мы поздравляем, вспоминаем, так сказать, этих блаженных жен, Иоанну, Сусанну, Соломею, Марфу, Марию, сестер Лазаря, Марию Магдалину, а вместе с ними Иосифа и Никодима, которые тоже еще отдельное добро сделали, они похоронили Христа. Евреи долго думали над тем, что же самое важное в жизни надо сделать. Какие дела самые хорошие? И мы слышим в Евангелии, накормить голодного, напоить жаждущего, прийти к больнице, к больному, или в тюрьму к заключенному. Это все мы слышим, когда говорим про страшный суд. Но евреи додумались за очень важной мыслью, что больше всех добрых дел есть одно доброе дело, это похоронить покойника, особенно безродного, никому не нужного. Вот Иосиф с Никодимом, они совершили великое дело, они погребли Иисуса, они по этому месте с мироносицем упоминаются. Они совершили дело абсолютно незаменимой и уникальной важности. Они оплакали его, сняли с креста и положили в гроб, и совершили все, что нужно по обряду. Вот мы еще их вспоминаем. Если вы захотите делать что-нибудь хорошее в жизни, если у вас получится, например, если Бог вам даст такую возможность, чтобы вы облегчили скорбь кому-то в смерти ближних, оплатили услуги гробовщика, отвезли, привезли, все, что связано с погребением, имейте в виду, это самое доброе дело, которое можно сделать ближним, помочь им во всех этих слезных хлопотах, связанных с погребением. Вот Иосиф и Никодим, они это совершили. Даш мне говорит, этого странного, который не имеет, где головы преклонить, дай мне всего странного, которого ученик лукавый на смерть предаде. Апостолы все перепугались, все разбежались в разные стороны, как будто не было их. А они набрались смелости, пошли к Пилату, забрали тело Иисусова и похоронили его в новом гробе. А мироносицы наблюдали издалека, где это происходило, как это, что, и потом не могли сидеть на месте и прибежали утречком для того, чтобы хоть что-то сделать и нашли его воскрешен. Вот мы хвалим сегодня эту веру и смелость, и простоту, и чистоту, и слезы эти хвалим. И, конечно, мы хотим, чтобы наши взрослые мужики, такие уже такие деды, были похожи на Иосифа с Никодимом, а наши женщины были похожи на женмироносец. По вере, по верности. Доля у вас нелегкая, у сестер наших, у Евиных дочек, это нам хорошо известно. Мы вам, конечно-то, подсыпаем соли на рану, да и вообще тяжело жить женщине на свете. Вообще тяжело жить на свете, а женщине особенно тяжело. Но позвольте мне пожелать вам, дорогие сестры, чтобы возле вас были хорошие мужчины. Если у женщины есть мужчина рядом, значит жизнь состоялась. Вот я вам желаю, дорогие сестры, чтобы у вас были мужья, отцы, братья, сыновья, чтобы эти мужчины, которые возле вас и с вами, чтобы они исчислялись десятками, чтобы все вас любили, чтобы вы чувствовали себя как в окружении этого сильного пола, абсолютно безопасно и защищенным человеком. Потому что женщина без мужчины, как бы она плохо, плохо жить на свете. Женщина без мужчины. Это нарушение природы. Надо, чтобы был Адам, и была Ева от него взятая. Так что я вот в этот день журнероносия желаю главное, чтобы возле вас были надежные, верные, преданные, любящие, сильные мужики. В этом, собственно, и есть счастье женщины. Сама по себе она ничего не значит. И мужчина сам по себе ничего не значит. Так апостол Павел и пишет. Ни жена без мужа, ни муж без жены, но обои в Господе. Вот я вам желаю, чтобы вы были, значит, с Господом и с сильным мужиком возле вас. То есть муж, папа, брат, сын, дядя. Вот они возле... И все с Господом. Вот этого я вам желаю. Молитвами святых Жон Мироносец, Сусанны, Марфы, Марии, Соломии и иных, а также Иосифа с Никодимом, величайших людей в истории человечества. Желаю вам всякого счастья. Будьте здоровы. Христос воскресе.